Две юные нирюнгринки прославили свой регион высокими спортивными достижениями. На межрегиональном турнире по северному многоборью Анна Кенчак побила свой собственный рекорд по метанию топора. А Мария Казанашвили стала чемпионкой России по киокушинкай карате. С обладательницами золотых медалей встретились наши коллеги. Младшие воспитанники спортивного клуба киокушинкай встречают Машу из старшей группы как настоящую звезду. С шарами и хлопушками. Мария занимается карате с шести лет. Можно сказать, что талантливой девушке повезло с родителями, так как они стояли у истоков этого движения в нирюнгре. Георгий Харитонович, отец спортсменки, является ее тренером. Мне отцу, конечно, тяжеловато, когда именно в тот момент, когда надо надавить, именно вот заставить, надавить. Потому что именно надо знать, когда это сделать. И когда видишь, что ребенок твой, ее потенциальные возможности сам знаешь, и вот она их не может просто выдать, и ты чувствуешь, что ты просто переборщил, конечно, становится просто жалко. И душа как бы ущемляется в этом направлении, что надо как бы сбавить обороты и чуть-чуть пожалеть. Но стараюсь как бы держаться так, что нету ни дочери, нету ни сына, потому что все они тут мои воспитанники, и я за всех одинаково рад. И горечь поражения, и радость победы одинаково я переживаю. Во всероссийском чемпионате, который прошел в Московском центре боевых искусств, приняли участие 300 спортсменов из 37 регионов. В числе участников были победители и призеры чемпионатов мира Европы и России. В весовой категории топ-45 килограмм Мария Казанашвили провела 4 поединка и во всех четырех одержала победу, завоевав золотую медаль. А также удостоилась звания мастера спорта Российской Федерации. Я даже два дня не представляла, что я чемпионка России. И вот это вот все накопилось, и потом такой взрыв эмоций сразу, неимоверный. Тяжело дается эти победы, и очень трудно. Я очень рада, что я выиграла, потому что я знаю, что на моих плечах висит ответственность такая, и знаю, как это тяжело давалось мне. Спортсменка, отличница и, наконец, просто красавица. Все про нее. Анна Кинчак учится в 11 классе информационно-технологического лицея номер 24 города Ниренгри. Девочку с незаурядными способностями вовремя разглядела учитель физкультуры Виктория Валерьевна и направила ее заниматься легкой атлетикой. А сейчас Нина радуется ее успехом. В этом году она стала призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников в городе Ульяновске. Это большой успех. Она сражалась с детьми из 64 регионов России. Топорик весом не менее 350 грамм в руках Ани превращается в птицу, которая взымает далеко в Поднебесье. На межрегиональном турнире по Северному многоборью Анна Кинчак победила свой предыдущий рекорд по метанию топора, кинув его на 101 метр. Прежде всего сила и все-таки концентрация имеет большое значение, потому что если начинаешь волноваться, то все идет не так, техника портится и топор уже не будет лететь так далеко. Тренер юной спортсменки Анатолий Попов говорит, что у его воспитанницы большой потенциал. В марте следующего года у нас чемпионат первенства России будет в Хантамасийске. Туда планируем приехать в составе сборной республики. В Лерингвинском районе детско-юношескому спорту уделяется особое внимание. Так, около 3000 детей занимаются в Дюдша, а 2300 занимаются в секциях при общеобразовательных школах. Получается 55% детей заняты физкультурой и спортом. Тамара Игнатьева, Сергей Козюра, НВК Саха, Нередгри.